На здоровье. В законы об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации внесены поправки. К примеру, было расширено понятие первой медицинской помощи и самопомощи. Ее смогут теперь оказывать не только представители профильных ведомств, но и обычные люди при наличии у них соответствующей подготовки. Закон также вводит порядок комплектации аптечек лекарствами, список будет определять правительство. Век технологий. Жители России смогут получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через портал госуслуги. Поправку в закон одобрили депутаты Государственной Думы. Учение свет. В Перми планируется открыть новейший производственно-учебный центр, где будут готовить 2000 мультиквалифицированных рабочих ежегодно. Это стало возможным после того, как губернатор Пермского края и индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщается на портале правительства, на территории региона расположены 9 предприятий Ростеха, на которых трудится свыше 30 тысяч человек. 78-я годовщина. В Пермском крае пройдет более 200 мероприятий в честь Дня Победы. Одно из основных, отметил глава региона, фактический старт превью уникального краевого фестиваля «Оружие Победы». Событие приурочено к 300-летию Перми и посвящено людям труда, достижениям промышленников. Выставка техники будет развернута на площади перед театром-театром. Город растет. С начала этого года в Соликамске появилось на свет 216 новорожденных. Как сообщает городской ЗАГС, из них 103 мальчика и 113 девочек. Также зарегистрировано три двойни.